Всем привет! Опять Sex Pistols, скажете вы, да. А Sex Pistols на самом деле можно рассказывать бесконечно. Можно рассказывать час, два, пять, год, десять лет, потому что это действительно шаг этой эпохи – это переворот всей музыки с условным названием рок. Перевернулось все, и пришла новая музыка, поскольку старая, в общем-то, уже загибалась к 1976 году и благополучно загнулась. Это не значит, что все так уж стало плохо. Рок-музыку ту старую играют до сих пор, играют очень хорошо. И то, что было написано Битлз и Стоунс, играют такие группы, в частности, об одной из которых я недавно говорил, это Брайан Джонс, «Таун Массакр», например, и «Легион» других. Хард-рок, как игрался в 1971, 1972, 1973 году, так и играется до сих пор, с таким же точно удовольствием и исполняется, и слушается, равно как и все остальное. И то, что условно называется роком сложным, красивым, с привлечением массы нетрадиционных для рок-музыки инструментов, то есть там прогрессив или арт-рок, все это тоже играется, и мы получаем удовольствие, потому что музыка эта красивая, но ничего нового, никакого рока, никакого рок-н-ролла, в общем-то, в этом нет уже давным-давно. Это просто красивая музыка, которую мы слушаем и радуемся ей. А то, что пошло вот от этого, легион новых групп, новых артистов, новых песен, новых пластинок, новых стилей, жанров и поджанров, не побоюсь этого слова, все время что-то меняется, вырастает, из одного вырастает другое, третье, пятое, десятое, там Смешинг Пампкинс, я не знаю, там, Queen's of the Stone Age, это все отсюда пошло, все отсюда, все, это разрушение закостенелого такого вот здания рок-музыки 60-х. Хотя, я повторяюсь, она продолжает звучать у нас везде и всюду, и это очень хорошо, и я и люблю, и слушаю тоже миллион пластинок, и большая радость. Но, тем не менее, вот эта пластинка, я про нее уже говорил, почитал комментарии, опять очень все здорово, да, играть не умеют, все плохо, звучит грязно. Ну, я не знаю, что с ушами у людей, потому что Крис Томас записал шикарно совершенно этот альбом, сыграно все очень аккуратно, несмотря на энергию, на подачу, на агрессию. Сыграно все очень аккуратно, очень чисто, очень правильно. Песни на редкость мелодичные и абсолютно классические для гитарного британского рока, абсолютно классически выстроенные. Писал их Глен Мэтлок в основном, который был уволен потом из группы. То, что он был уволен за любовь к Битлз, это легенда, у него просто обострились отношения с Лайденом. Поэтому пришлось им расстаться. Но, тем не менее, это абсолютно классический гитарный британский рок. Я не знаю, отвращение к этой пластинке у некоторых людей вызвано исключительно тем, о чем я говорю изо дня в день, о том, что люди не слушают музыку, а слушают стиль. Они в первую очередь слушают стиль, а панк-рок значит говно. Все. Значит, это грязь, это ужас, это неумехи и все. А если отбросить вот это вот слушание стиля, послушать просто, как это все сыграно, как оно сочинено, придумано, какая там мелодика, какие там гармонии, там сразу все встанет на свои места. Но я, опять-таки, не буду никого переубеждать. Группа эта распалась, потому что Лайдену надоело. Он хотел все-таки заниматься музыкой, чем и занимается долгие годы после уже Sex Pistols. Надоело. Он сам виноват. Сам он привел Сидвишесов коллектив. Сидвишес, кстати, не сыграл ни одной ноты здесь, не записал ни одной ноты на этом альбоме, поэтому все спокойно. Сам привел этого парня с большими кулаками в группу. Сидвишес устраивал шоу. Не очень качественное, не очень хорошее, пьяное, наркотическое, ну такое, то, что называется, агрессивное, да, но музыки никакой он не предлагал, ничего играть он не умел, устраивал бардак. Лайдену это надоело, и на последнем концерте американского тура он сказал, что все, хватит, больше этой группы не существует. И оказался ни с чем, несмотря на то, что Макларен приложил огромное усилие для того, чтобы группа получала деньги, ничего не делая, как я уже говорил ранее, было три контракта с мейджор-лейблами, каждый из которых, лейбл я имею в виду, заплатил группе неустойку после расторжения контрактов. Все было в этом смысле очень здорово, но деньги закончились, и Лайден остался в Америке ни с чем. Музыканты уехали. Хорошие музыканты, Стив Джонс и Пол Кук, отличные, вот такие вот ребята. Я их слышал вживую, я повторяюсь. Да, кстати, концерт был, да, то ли я сказал, он был в начале двухтысячных, он был то ли в седьмом, то ли в восьмом году, я просто перестал считать уже эти годы. Играли очень здорово, но тем не менее они уехали, Лайден остался в Америке без денег, ему там помогли разные люди, он уехал на Ямайку, потом вернулся в Лондон. И принял решение абсолютно правильное, потому что та музыка, которой они играли вот здесь, она ему была уже больше неинтересна. Она мгновенно после выхода этой пластинки, мгновенно была растиражирована, появились сотни групп, которые играли примерно то же самое, примерно так же, только не обладали таким талантом, как Лайден, Мэтлок. И то, что было внутри группы, вот этот заряд искренности, заряд молодости, заряд ярости, заряд той самой философии, о которой я даже говорил недавно. Были, конечно, были и есть гениальные совершенно артисты, гениальные группы, такие как Клэш, такие как Стрэнглерс, как Шам-69 и много-много-много еще других. Но много-много-много, это все равно единицы, это не легион, не направление. Очень много копий, очень плохого качества, и в результате получилась такая штука, что мы хотели разрушить вот эту вот машину шоу-бизнеса, а машина шоу-бизнеса взяла и съела вот это то, что мы играли, и растиражировала, и стала на этом зарабатывать деньги. Это все стало неинтересным. И Лайден, да, ну, да, я извиняюсь, вышла еще вот эта пластинка The Great Rock'n'Roll Swindle, в записи которой Лайден не принимал участия никакого. Здесь старые номера записаны еще при нем, и кое-что наиграно уже потом без него. Сид Вишес тут постарался, спел My Way Фрэнка Синатры. Очень хороший клип, кстати. Единственное, наверное, действие Сида Вишеса, которое осталось в истории, которое, в общем, приносит радость, потому что клип очень интересный на эту песню снял. Да. И Лайден сделал новый шаг. Он организовал коллектив, который являлся полной антитезой группы Sex Pistols и сработал для истории музыки так же сильно, как сработала пластинка Sex Pistols с Nevermind the Bollocks. Он организовал группу The Public Image Limited, которая дала уже жизнь огромному количеству музыкантов, перейдя через название постпанк и уйдя уже дальше. И все Шугейзы, все Стоунеры, все остальное, все пошло уже от Public Image Limited. Потому что они первые. Лайден каким-то, обладая невероятным чутьем, невероятным видением мира, чувствовал то, что происходит в искусстве, вообще не только в музыке, а вообще в искусстве, в философии, в социуме. И он собрал вот эту вот невероятную группу Public Image Limited. которая, как я уже сказал, в музыке, в своих продолжателях жива до сих пор. Да, собственно, и группа сама тоже вполне себе действующая. Первая пластинка, которая вышла в 77-78 году, Public Image First Issue, первое издание. Это безумие в полный рост. Просто безумие. Пьесы под названием «Религия 1», «Религия 2». «Религия 1» Роттен просто читает свой антиклирикальный, антикатолический текст, а «Религия 2» – это тот же текст, только положенный уже на музыку. Музыка основана на дабе, плюс гитара, которая играет что-то близкое к Хендриксу, только без примочек Хендрикса, без обработок, а с более-менее чистым звуком, и получается абсолютное сумасшествие. Безумно. Слушать очень интересно. Те, кто любит, условно говоря, постпанк, должны только радоваться, слушая эту пластинку. «The Second Edition» в следующем году вышла пластиночка. Ее обожал Андрей Свинпанов. И я ее тоже обожал и продолжаю обожать. Это уже заход на территорию группы «Кэн», на территорию «Ли Скрэча Перри», «Ямайку», если кто знает, да, «Ли Скрэча Перри», на территорию музыки «Даб» уже в полный рост. Играет на бас-гитаре Джабобл, потрясающий бас-гитарист, который в ту пору еще учился играть на бас-гитаре, но манера его уже здесь сформирована была. Это глубочайший подземный бас, на котором он стоял, стоит и стоять будет. Он записал массу пластинок, не массу, но довольно много пластинок записал этнической музыки разнообразной, своей музыки, близкой к джазу музыке, вот с этим своим обволакивающим невероятным басом. Как я прочитал в книжке «Прошу, убей меня», всем ее рекомендую, кстати говоря, Джабобл ушел на какое-то время из музыки до существования паблик-имидж, и работал в метрополитене, водил поезда в метро. И, видимо, как написано в этой книге, глядя в темные пустые туннели, сформировался вот этот басовый звук его удивительный. Это, с одной стороны, музыка, ее можно расценить как танцевальную, с другой стороны, это космическое погружение в психоделический белый даб, если можно так обозначить. Пластинка называлась «Metal Box» сначала, а потом второе издание, американское, стало называться «Second Edition». Не путайте «Metal Box», не считайте «Metal Box» еще одним альбомом Public Image Limited. У меня не все пластинки пила. Есть просто вот мой любимый альбом, он у меня в двух видах, оригинальный и новодел. Пластинка называется «Альбом», на CD она называется «Compact Disc», как называется на кассете, я не знаю, наверное, кассета. Пластинка совершенно невероятная, Джон Лайден, естественно. На барабанах играет Джинджер Бейкер, на гитаре играет Стив Вай, на клавишах играет Риучи Сакамото. Вот такой вот невероятный состав. Сыграно все запредельно. Партии умопомрачительные. Ни Стив Вай, ни Сакамото, ни Бейкер никогда на других альбомах ничего подобного не играли. Но здесь такая стена, такой плотняк звука, сыгранная мастерами, и спета очень хорошо. Песня «Фишинг» с этой пластинкой, это, наверное, лучшая пьеса Стива Вая до сих пор, не превзойдет, он превзошел сам себя здесь. Ну и песня «Райз», которая присутствует на этом альбомах. Посмотрите клип, в Ютубе есть клип «Райз», Public MX Limited. Адские барабаны Джинджера Бейкера, гитара, все просто... А, Билл Лазвелл на минуточку играет на гитаре здесь и продюсирует этот альбом, продюсировал Билл Лазвелл. Так что авангардист на авангардисте сидит и авангардистом цепляет струны, можно так сказать. На этом авангард заканчивается и выходит пластинка «Хэппи», а за ней выходит пластинка под названием «Nine». И вот эти две пластинки, это уже настолько странно, настолько удивительно, потому что здесь звучит профессиональнейшая, крутейшая гитарно-клавишная группа, которая может убрать 90% британских рокеров в любом стиле. Сыграно невероятно чисто, все невероятно четко, песни отличные. Как это получилось, я не знаю. Это организаторский талант Лайдена. Вот эти два альбома «Хэппи» и «Nine». Просто красота. Я был потрясен. Я думал, ну, паблик имидж лимитит, но сейчас все равно будет авангард какой-то странный. Ничего подобного. Никакого авангарда. Можно сказать, что это постпанк. Это, конечно, не Ледзеппелен и не Дипеппел. Это не хард-рок. Это другая музыка, но она так, я не знаю, с кем ее даже сравнить можно. Она настолько сильна, настолько мощна, что я просто отдаю должное Лайдену. Он очень хороший человек, очень умный, очень тонкий, очень образованный. Мы с ним, я уже говорил, что я имел счастье с ним общаться один раз после концерта в юбилейном. Это было удивительно, конечно. Как вам удается быть в такой форме, спросили у Лайдена. Что Лайден ответил, алкоголь и сигареты помогают мне быть в отличной форме. И еще две пластинки Public Image Limited. Вот эти, это уже 2000-е года. О них я расскажу в следующий раз, когда будут удобные случаи и удобный контекст. Джонни Роттан, Джон Лайден с нами навсегда. Выпью за него, пойду с большим удовольствием. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok